Торжественный вынос флагов и боевых знамён дал начало праздничному мероприятию в Доме правительства Московской области. Губернатор Андрей Воробьёв в своей поздравительной речи отметил ветеранов войны и тружеников тыла. День Победы объединяет людей самых разных взглядов, самых разных профессий, возрастов и поколений. С каждым годом он всё дальше от нас по времени. Воспоминания фронтовиков и очевидцев становятся историей, настоящим сокровищем. В честь великого праздника города, посёлки и деревни области, где проходили ожесточённые бои, были удостоены звания «Населённый пункт воинской доблести». Орденами за доблесть и мужество награждены те, кто воочию столкнулся с ужасами войны. В том числе и житель Ленинского района, бывший несовершеннолетний узник фашистского концлагеря Николай Михайлович Родионов. Очень трогательно и похвально, что нас чтят, что нас помнят. И мы как стараемся, так и будем, наверное, стараться жить и трудиться, как можем, для нашей Родины, для нашей России. У меня комок к горлу подкатывался. Я думаю, что это было чувство общее. И сегодня губернатор об этом говорил, о том, что главные герои сегодняшнего мероприятия, вообще торжества Дня Победы, это, конечно, наши ветераны. На областном празднике была отмечена работа по патриотическому воспитанию, которая ведётся в нашем районе. Благодарность от губернатора получил Михаил Кононенко, руководитель военно-патриотического клуба «Ратник». Каждый мальчишки, девчонки, которые у нас занимаются, они понимают, что такое Родина, что такое мир, мирное небо. И ветеранам они это все понимают, живут с уважением, подходят, и они изучают эту историю. Праздничный концерт не оставил равнодушным никого из собравшихся. Перед зрителями выступили председатель попечительского совета акции «Бессмертный полк» Василий Лановой, народная артистка России Лариса Долина, Денис Майданов и другие артисты. Дмитрий Книга, Владимир Дужонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова